Авиадиспетчеры аэропорта Внуково вступили за своих коллег, задержанных в рамках расследования дела о крушении самолета главы нефтяной компании «Тоталь». По их словам, стажер Светлана Кривсон, которая в тот момент была у пульта, ни в чем не виновата. Она, стажер, она не является должностным лицом. На нее не распространяется уголовная ответственность. Даже если бы она по ее вине разбился бы самолет, она не несет уголовной ответственности никакой. «Максимум, что могли бы предъявить, это как свидетелям. Всю уголовную ответственность несет инструктор и руководитель полетов». Помимо Светланы Кривсон, следственным комитетом были задержаны ведущий инженер аэродромной службы аэропорта Внуково Владимир Леденев, руководитель полета Роман Дунаев, а также диспетчер Роман Круглов. Тем не менее, главным подозреваемым остается водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. В его вине уверены и авиадиспетчеры, хотя, по их словам, на взлетной полосе мужчина оказался из-за нехватки оборудования. Руководство аэропорта Внуково, гендиректор Андрей Дьяков и его заместитель Сергей Солнцев, а также сменный директор аэропорта, начальник подразделения эксплуатации аэродрома и ведущий инженер-руководитель смены в четверг ушли в отставку. Субтитры создавал DimaTorzok